Всем привет! Шестой видеоурок по третьей части по шагу руководства создания комплексных моделей. И здесь мы начнем пользоваться наконец-таки теми фишками, теми преимуществами, теми ускорителями, которые мы создавали в долгое время. Еще раз повторю, что данный урок не рассказывает, как делать гидравлические модели. Главная задача этого упражнения – научиться создавать комплексные модели и использовать типовые блоки. Погнали! У нас есть математическая модель, в которой давление 1,5 атмосферы, давление 1 атмосфера, жидкость протекает сюда. Здесь у нас есть узел. Из этого узла у нас есть расход по одной каналу, расход по одному каналу. У нас есть два регулятора. Один регулятор поддерживает давление в этом узле, другой регулятор поддерживает расход по этой ветке. Давайте даваем третий регулятор и покажем, как классно его создавать после того, как мы долго мучились, создавая типовые модели. Можно скопировать вот эту модель и вставить ее на схему. Но это было бы не так волшебно. Поскольку это видеоурок и есть эксклюзивные вещи, которые не вошли по шагу руководства, мы теперь нашу модель можем взять вот отсюда. Пользовательские модели. И вот здесь моя учебная библиотека. Она состоит из двух частей. Модель задвижки и модель пид-регулятора. Мы ее создали и сохранили. Теперь мы ее копируем. Копировать. И можем вставить себе на схему. Давайте в теплогидравлике нарисуем еще один канал. Допустим, вот здесь. И вставим в него задвижку. Вставить. Смотрите. В категорию задвижка добавилась группа Z4. Автомат. Далее. Соединим данные. Канал. И запустим все это дело на расчет. Переведем режим модель в режим индикации и кликнем по ней. Ее можно открыть. И ее можно закрыть. То есть мы вставили ее на схему, но у нас уже к ней есть подключенная модель управления. Она уже у нас прописалась в базу данных. И она уже начала считаться в блоке управления. Блок управления. С задвижкой. Вот здесь. То есть одним кликом мыши мы получили все преимущества, которые присущи этой модели. Если бы мы сейчас ставили модель задвижка тип 1 и схема, мы увидели бы, что он и запустили бы ее. Мы увидели бы, что у нас нет ее ни панели, нет ее в базе данных. Все это пришлось бы делать вручную. Но, поскольку мы с вами подготовились, собрали, сохранили типовой элемент, мы теперь можем получать все преимущества, нажав одну кнопку мыши. Это ли не чудо. Получив по одному клику такую задвижку, давайте немножко усложним нашу схему. У нас есть регулятор, который держит давление в этом узле. У нас есть регулятор, который держит расход по этой линии. Давайте еще добавим регулирование температуры. Для этого я копирую вот этот узел, соединяю его с этой линией и задаю температуру здесь 100. Переведем всю систему в начальное состояние, когда задвижки стоят 50. Снимем команду закрыть. Стоят 50. И отключим схему автоматики, чтобы алгоритмы управления не работали. Запускаем все это дело на расчет. Добавим график температуры в узле, поскольку мы регулируем узел. Свойства объекта, параметры, то, что рассчитывается. И здесь у нас температура. Температура. График. График вот сюда. Он нам пригодится. Инициализируем схему. Запускаем на расчет. Смотрим, что происходит температурой. Ну, мы видим, что температура растет. Изначально 20, поскольку у нас здесь есть еще горячая вода, она здесь смешивается и идет с какой-то скоростью прогрев. По 70 секунд, 90. Давайте откроем задвижку, переведем в машину отображения. Полностью откроем. Вот она у нас за скоростью у нас по умолчанию 50. За 50 секунд открылась. Температура продолжает расти. То есть у нас целиком полностью открыта задвижка Z4. Горячая вода идет, смешивается с холодной. И температура здесь никак не может установиться. Поскольку здесь абсолютно симметричный расход, температура должна быть средняя между 20 и 100. Смотрим. 300 секунд. Насколько она? 350 секунд. Ну, кстати, сейчас не галочка, у нас не синхронизация. Реально время уже получилось. Но быстрее 40 секунд. Ну, понятно, что это очень долго. То есть мы, в принципе, реальная система, реальную установку вполне может иметь такие характеристики. И столько времени выходить на стационарное значение. Вот тут 65. Давайте дождемся все-таки. Брон продолжается. В конечное время застегнуто 1000 компонентов. У нас в конечное время для компонентов было 1000. Что у нас с температурой? Мы видим, что вот здесь она где-то приближается к 65. Но для учебной задачи такого времени явно слишком много. Мы в течение 100 секунд проводили все процессы. Поэтому, чтобы ускорить расчет, мы должны здесь уменьшить объем. То есть если у нас здесь большой объем, пока горячая вода его заполнит, но проходит длительное время. Поэтому мы, чтобы ускорить учебную задачу, уменьшим искусственный объем. Здесь у нас объем узла 1 десятая, сделаем 1 тысячу. И запустим на расчет. Ну все, это уже где-то мы в течение секунд вышли на максимальную температуру. Отсюда можно сказать, что можно в районе температуры 40 находиться. И еще мы сделаем время открытия у этой задвижки поменьше, чтобы она работала быстрее. У нас время открытия 100. Давайте сделаем 10. И давайте вот с такими характеристиками попробуем создать новый регулятор, который будет поддерживать заданную температуру в узле D1. Для этого перейдем в схему автоматики. И создадим алгоритм управления для задвижки Z4. Теперь, чтобы добавить еще один регулятор, нам нужен датчик температуры. Переходим в точке контроля. Датчики в узле. Датчик температуры в узле. Отлично. Надо попасть в сам узел. И после этого датчик можно передвинуть вот как-нибудь сюда. Теперь в свойствах объекта. Давайте сделаем для единообразия, чтобы он назывался у нас не сенсор, а D3. Это позволит вам базу данных сигналов. Теперь, поскольку мы до датчика не создавали свой типовой блок, нам придется вручную добавить его в базу данных сигналов. Переходим в базу данных, в категорию датчики и добавляем виртуальный первый датчик плюс датчик D3. Теперь с настройкой этого датчика для пересчета все достаточно просто. У нас нижний предел изменения 20 градусов, когда у нас нет горячей воды. Верхний предел измерения у нас с вами 100 градусов, если мы пустим только горячую воду. Датчика и self-name, общее имя объекта D3. Можно вот так для обновления сделать D3. Вот он здесь поменялся с D3. Запустим на расчет, проверим, как это работает комплексная модель. Вот 20, и здесь мы видим 20. Открыть. Пошел рост температуры. Отлично. Закрыть. Пошло снижение температуры. Горячая вода из узла выдавливается. Отлично. Все работает. Можно переходить к настройке регулятора. Получив датчик, мы вполне можем скопировать алгоритм управления Z и использовать его для того, чтобы настроить задвижку Z4 и регулировать место расхода, температуру. Для этого копируем алгоритм, вставляем его и называем алгоритм управления Z4. Проваливается внутрь. Здесь все логично. Первое, PID-регулятор. Если бы у нас не было PID-регулятора, мы могли бы его взять с вами из пользовательской модели учебной библиотеки. Вот он родимый. Можно было скопировать его и вставить. Поскольку мы его скопировали уже из существующей модели, нам осталось только поменять его имя, для того, чтобы он сам прописал себя в базе данных. Заходим в свойства объекта. Общие. PID. PID-2. Все. В категорию PID добавлено PID-2. Теперь база данных. Категория PID. И вот у нас два PID-регулятора. Сейчас они подключены к датчику D2 расхода и задвижки Z3. Давайте изменим это. В качестве заданного значения будем задавать 40 градусов. То, что мы хотим получить. Это надо пересчитать в проценты. Но от диапазона от датчика D3 датчика температуры 120. Все верно. Теперь здесь показания датчика можно поменять как вручную, поскольку мы знаем, что у нас показания D3. просто зайдя сюда, поменяв, можно заполнить выделенное из базы данных. Задвижка у нас была Z3. Задвижка должна стать Z4. Z4. И положение добавить. Окей. Окей. Соответственно, задвижка положения Z4. Теперь команды тоже надо отдавать на четвертую задвижку. Выделяем строку. Команда открыть. Команда закрыть. Заполнить выделенность базы данных. Z4. Команда открыть. Команда закрыть. Можно сразу две команды. Окей. Вот они приехали. Окей. Смотрим. P2. 40. D3. Это температура. Z4. Ее положение. Данная задвижка. Соответственно, команда тоже на Z4. Внутренности датчика P2. Но их внутренностей нет. Они у нас в базе данных. В компонентах. Отключив алгоритм управления Z1, Z2 и Z3. Оставив только Z4. Давайте. Включим комплексную модель схемы автоматики. И запустим на расчет. Так. Что мы видим? Задвижка полностью открылась. Температура проскочила 40. Задвижка начала закрываться. Ну что, пидрегулятор работает? Задвижка закрывается. Снова открывается. И снова закрывается. 100 миллисекунд времени. 100 секунд не хватило, чтобы при таких настройках регулятора его настроить. Давайте увеличим до 1200 секунд время моделирования. Мы видим, что задвижка открывается и закрывается. Под действием регулятора колебания постепенно уменьшаются. И наша система регулирования приводит температуру в узле к требуемому нам значению 40 градусов. Регулятор работает. Однако окончательного стационарного состояния не достигается. Мы видим, что есть колебания температуры и есть колебания в движении задвижек. Для того, чтобы избежать этих колебаний, нам нужно изменить алгоритм регулирования. Давайте это сделаем. В регуляторе, поскольку у нас есть интегральная составляющая, всегда, когда есть разогласование, оно накапливается. И у нас после превышения накопления порога срабатывает команда на закрыть либо закрыть задвижкой. Отсюда получаются колебания. Давайте попробуем избавиться от этих колебаний, введя зону нечувствительности перед входом в регулятор. Закладка «Нелинейная». В «Нелинейных» находим блок «Линейная с зоной нечувствительности». И ставим его на схему. Поскольку у нас отклонение в процентах, делаем зону нечувствительности полпроцента. Это будет точность нашего регулятора. Запускаем на расчет и смотрим, как себя ведет регулятор. И видим, что регулятор ведет себя отлично. После небольшого периода колебаний, в течение 300 секунд, колебания уменьшаются. Мы выходим на стационар и из-за зоны нечувствительности у нас практически прекращаются колебания. То, что нам нужно. Здесь у нас, когда у нас один регулятор, он где-то на 0,02 секунде довел систему в нужное состояние. Теперь мы задачку значительно усложним. Мы должны будем регулировать давление и расход. Переходим в схему автоматики, включая расчет все регулятора, запускаем на расчет. Смотрим, что у нас происходит. Вот видно здесь. Они друг другу мешают. То есть этот регулятор пытается поддержать давление, этот пытается поддержать расход, а вот этот поддержать температуру. При этом любое изменение любого из регуляторов вызывает изменение расхода сюда горячей воды. Соответственно, изменение давления в этом узле и изменение расхода. Размер колебаний уменьшается. И все. За 600 секунд у нас движение задвижек прекратилось. Температура устаканилась. Давайте посмотрим. Другие характеристики процесса. Это давление. И вот оно стоит на 117. Следующая характеристика. Расход тоже. Пожалуйста, где-то в 300 секунде мы систему привели в состояние. Все у нас работает. Регулятор регулирует. Но это еще не все. Сейчас мы вам показали, как можно быстро создавать большие сложные модели, если у вас есть готовые компоненты. Настроенные и отлаженные. На следующем занятии мы покажем другое преимущество упаковки модели в пакет. Мы покажем, как можно настраивать, отлаживать модель, собранную в пакет, не меняя физической модели. Мы попытаемся избавиться от таких колебаний в этой модели. Не переключайтесь. Спасибо. Спасибо. Спасибо.